Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и это продолжение нашей карьеры за игрока. Сегодня у нас два интереснейших месяца. Сегодня мы завершим трансферное зимнее окно. Я вообще смысла не вижу, по крайней мере, куда-то переходить. Я даже, наверное, не могу. Хотя нет, могу, так что давайте я все-таки запрошу на трансфер. Мы будем теперь по возможности смотреть на предложение. Из Челси я пока что никуда не собираюсь уходить, если только мне не предложат ПСЖ. Как только они нам предлагают, я сразу же абсолютно перехожу к ним. Так что вот, даже если они мне сейчас предложат, я без проблем поменяю даже чемпионат. Почему бы и нет. Я попросил выставить себя на трансфер, так что мы будем буквально весь этот месяц сейчас просить, чтобы нас выставили. Сегодня у нас начнем с этой финала Кубка Карабао против Тоттенхэма. Дальше слабенькая игра против Норвича дома. Потом у нас, не помню где эта игра вообще, у нас Барселоны. Вроде как у нас дома должна быть она, потому что мы играли. Да, тоже домашняя игра у нас против Барселоны дома. Вот, выездная против Брайтона, домашняя против Бормута, выездная против Сити, снова же здесь Тоттенхэм дома играем. Сток Сити дома, выезд против Бёрдли, ну и потом уже идет тут Бристоль, Ливерпуль дома и Лестер на выезде. Ну такие вот интересные, конечно, матчи. Так что, ну а мы начнем с четверсинала Кубка Карабао. Один, единственный трофей я выиграл в Англии, это Суперкубок Англии за Манчестер Сити, поэтому почему бы и не выиграть Кубок Карабао вместе с Челси. Тоттенхэм Ходспорт Стадиум, пас мы на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Тоттенхэма, мы приехали к ним, Кубок Карабао, здесь эта игра уже считается как на вылет. Если играем в ничью в основное время, будет там дополнительная пенальти, может быть даже без дополнительного сразу к пенальти переходим. Так что, сегодня мы должны показать себя во всей красе, играем еще мы в Лондоне хотя, но все равно не на своем стадионе. Ну что же, мы сегодня противостоим против Харикейна, поехали. Отлично, Чиллвелл. И Лукмэн, это 1-0, 86-ая минута, мы выходим вперед, отлично. Скорее всего, мы будем сейчас в полуфинале Кубка Карабао. Хороший гол, сейчас получилось разыграть всю эту комбинацию, довели до верного и выиграем теперь на выезде со счетом 1-0. Отлично, но здесь, наверное, действительно было уже тяжело, прям на районе 11-митровой отметки был Лукмэн, пробил, отлично. Минимальная победа Чиллс над Тоттенхэмом, в четверть финале Кубка Карабао забил у нас Лукмэн, благодаря этому мы побеждаем, проходим в полуфинал. Оценка у нас за матч 7-6, лучшим игроком стал Чиллвелл, 9-5, у него оценку он вроде голевую отдал. В полуфинале мы можем встретиться против Манчестера Юнайтеда, против Арсенала, против Манчестер Сити, то есть легкого соперника нам здесь не стоит ожидать, только, наверное, если нам попадется вот Арсенал, мне кажется, с ним мы смогли бы потягаться, но, может быть, здесь вероятнее, что все-таки кто-то из Манчестера нам попадется. Ну что же, у нас домашняя игра в АПЛ против Норвича, сейчас у нас отставание все так же в 2 очка, 2 очка у нас лидерства над Манчестером Юнайтедом, поэтому я надеюсь, у нас получится уж точно обыграть Норвич. Мы в старте, и я не знаю, как будет складываться игра, но я бы попросил замену бы уж точно в этом матче, потому что у нас следующая игра против Барса, надо быть готовым в полных кондициях, облачь на стадионе, поехали. Итак, домашняя игра Стэнфорд Бридж, у нас игра против Норвич Сити, интересная тоже команда, надеюсь, нам повезло с календарем, и перед матчем именно с Барселоной мы, надеюсь, очень хорошо отыграем, для этого матча подготовимся уже к более серьезному сопернику. Мы являемся теперь еще и полуфиналистами Кубка Карабао, но у нас матч ВПЛ, Челси, Норвич, поехали. Потому что мы отдаем прям на хорошее забегание для Пулисика. И отлично, какой гол у нас получился, 60-ая минута, мы забиваем с голевой от Пулисика, все супер, очень хорошо, мы прям разыграли, хорошую еще и передачу я от него попросил, пробил не первым, а вторым касанием, первым подработал здесь. И с левой ноги забиваю ворота Норвича, это первый гол в сегодняшнем выпуске у меня, перед матчем с Барселоной, так сказать, я готов. Это мой 12-й гол в премьер-лиге, канты меняют, но я немножко попозже тоже попрошу замену, чтобы к матчу с Барселоной быть готовым. И все, друзья, минимальная победа Челси над Норвичем, благодаря моему единственному забитому мячу, не получилось у меня попросить замены, все они были использованы. Так что я отыграл все 90 минут перед матчем с Барселоной, вот так вот я, наверное, подустал немного. Манчестерин этот набирает свои очки, не знаю, как отыграет Сити на выезде против Вестхэма. Так, ваш последний запрос на трансфер, Лэмпорт нам отказал, мы будем пробовать еще. Написано, я один из лучших в мире сейчас. Так, перед матчем с Барселоной я проведу тренировку. Ничего здесь сильно не прокачивается у нас. Потихоньку все равномерно идет. Ну что же, у нас снова домашний матч, теперь уже в Лиге Чемпионов. Завершающий сегодня у нас матч в Лиге Чемпионов на групповом этапе, шестой тур. Либо сегодня мы выиграем, либо играем в ничью, остаемся на первой строчке, либо при определенном счете, наверное, там, проиграв в Барселоне, мы потеряем нашу первую строчку. Я надеюсь, у нас получится сохранить ее за собой. Надеюсь, все-таки на это играем в домашний, а не в гостевой, в желтый. Ну, по выносливости у меня здесь неплохо так, но, наверное, весь матч прям не хватит. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки. У нас сейчас показывают именно Челси. Артур встречается против своей бывшей команды. Ну что же, тоже интересная будет встреча. Первая строчка против второй, да еще и на шестой тур, да еще и Челси против Барселоны. Готов перформанс от болельщиков Челси. Шестой тур Лиги Чемпионов, друзья, у нас Челси против Барселоны. Поехали. Ой-ой-ой, а где все, Дембеле подбирает мяч. Передача на Нереса, сброс и пропускаем их все-таки от Барселоны. 20-ая минута. Барса выходит вперед. Очень хорошо здесь прям вот этими навесными передачами. Не понимаю, почему защита так просто давала разыгрывать эту атаку. И Боаду забивает свой первый гол в Лиге Чемпионов. И мы пропускаем. И сейчас можем потерять первую строчку в группе. Мукиеле. Мукиеле. А вот и ошибка. И нет. Кто-нибудь, да, все-таки забивает. И кто это вообще забил? Это сейчас Кулисик, да. Забивает Кристиан Кулишич. 31-ая минута. Не получилось у меня сейчас реализовать свой момент. Но, слава богу, хотя бы Кулисик забивает. Бежим мы все к Фрэнку Лэмпорду. Отлично. Отлично. Хотя бы получилось сравнять. Время-то еще действительно есть у нас, чтобы поднажать. Надо было сразу, наверное, первым касанием пробовать пробивать. Но, если бы и пробил, вдруг бы не залетел. А так, Кулисик забивает свой тоже первый гол в Лиге Чемпионов. 1-1. И я забиваю. Отлично. 71-ая минута. Я забиваю ворота Барселоны. 2-1, друзья, в матче. Маленький камбэк мы совершили. Ну и классно. Здесь просто оборона куда-то делась. И на дрэкбэках у меня отлично здесь получилось. Здесь наложено. Здесь дрэкбэк пошел. И все. Очень хорошо. Забиваем Барселоне. Наконец-то. В Лиге Чемпионов вроде это мой первый гол в ворота Барселоны. 11 голов уже в Лиге Чемпионов у меня за 6 туров. Неплохо. А это шанс. И это шанс, и мы его реализовали. Отлично. Дубль ворота Барселоны. Тут практически на последних минутах мы забиваем. И все супер, друзья. Все супер. Вот так он у меня прям вспомнил. Я, что все-таки не первый гол я забил сейчас в этом матче в Барселоне. Я забил еще и в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона за Баруси Дортмунд. Когда мы разгромили в 3-0. Последний гол именно я забил Барсе. Ну и вот здесь. Дубль еще сегодня. Я, наверное, самый нелюбимый игрок для болельщиков Барселоны, когда встречаюсь именно против Барса. Барселона мне предлагала переходить. В сезоне, когда я зимой, когда я был в Манчестер-Сити. То есть тоже в Англии я был. И все, друзья. Уверенная победа Челса над Барселоной. В шестом туре мы сохраняем за Челса первую строчку. У нас 6 побед из 6. Все замечательно. Прямо как и с Баруси Дорном у нас было. На групповом этапе мы выиграли все 6 матчей. Но потом уже там с Наполе мы проиграли. Но все равно получилось у нас в ответных играх побеждать. 9-2. У меня оценка. 25 голов в сезоне. Замечательно. Ребята, я тут, смотрите, заметил. Я стал игроком года. Представляете? Я стал игроком года. Впервые. Ну это вообще замечательно. То есть все-таки, получается, за этот сезон меня все-таки взяли. За сезон, который я провел в Баруси Дортмунд. Получается, ну за прошлый сезон. Вот. Ну это действительно за заслуги именно в Баруси. Не в Атлетико. А именно в Баруси. Потому что здесь эти полгода в Челси мы ничего сильно не показали. Мы стали игроком года. Мы получили золотой мяч сезона. Ну вообще золотой мяч 2025 года. И все замечательно. Хорев из Челси признан игроком года. Я просто вообще бы не заметил бы это. Но просто мне начали приходить всякие ачивки там, что я стал игроком года. И все замечательно у нас. Вот. Мы стали игроком года, друзья. Вас с этим поздравляю. Ну что же, друзья. Закончился у нас групповой этап в Лиге Чемпионов. Давайте мы подведем быстренько итоги. Мы можем встретиться. Ну точно не с Манчестер Сити. Слава богу нам так уж соизволили. Интер и Сити в группе А проходят дальше. Байер идет в Лигу Европы. Европа, Локомотив, наш первый самый клуб в нашей карьере. К сожалению, вылетает из Лиги Чемпионов. Бавария, Наполе. Мы можем встретиться против Наполе. Почему бы и нет? Снова, если это будет, будет вообще замечательно. ЦСКА вылетают в Лигу Европы. Селтик абсолютно вылетает из всех Еврокубков. Тоттенхэм нашим соперником не может быть. ПСЖ с первой строчки выходит в Нербахче в Лигу Европы. А Аякс 6 матчей свои подряд проиграл и вылетает из Еврокубков. Мы выходим с первой строчки. Барселона со второй. ПСВ идет в Лигу Европы. Шахтер вылетает. Можем встретиться против Лейпцига. Это было бы тоже замечательно. Атлетика выиграли здесь 5 матчей и одну сыграли в ничью. Зальцбург, РБ. Тут, кстати, вот это противостояние Зальцбурга и Лейпцига. Именно Рэдбула. Но Рэдбул Зальцбург идет в Лигу Европы. Хотя, смотрите, у них с Андерлехтом и разница мячей все одинаковая. Но вот забил, наверное, Зальцбург больше на 2. Поэтому хотя и пропустил. Но здесь я не знаю, как это вообще все решается. Может быть там именно по очным встречам. Идем дальше. Можно встретиться против Монако. Я вроде как встречался только против ПСЖ единственного французского клуба. Боруси Дорфунд с первой строчки отлично. Но, правда, здесь 2 раза сыграли в ничью. Валенсия идет в Лигу Европы. А ФКСБ вообще вылетают. Ювентус может быть нашим соперником. Ливерпуль с первой строчки. Бенфика с третьей идет в Лигу Европы. Спартак вылетает. 6 поражений у них. 22 мяча они пропустили. Реал может быть нашим соперником тоже. Рома занимает первую строчку. Леон идет в Лигу Европы. Но Динамо Киев абсолютно вылетает. Ну и здесь быстренько мы тоже в Лиге Европы заглянем. Спортинг Трапзон Спор. Манчестер Юнайтед Лузерн. Арсенал Базель. Аталанта Гент. Шальки Рейнджерс. Хофенхайм Фейнорд. Рен Рапида. Ньюкасл Лиль. Франкфурт Марсель. Вилериал Болонья. Милан Сивилия. Порто Клуб Брюги. Ну мы посмотрели возможных наших соперников. Жеребевка еще неизвестна. Но у нас сейчас матч против Брайтона. Выездная игра в АПЛ. Ну что же давайте отыграем в черной форме. Брайтон пусть в свой домашний. Также я поменял празднование. Если забьют вы его увидите. Дождь у нас на стадионе. Поехали. Итак, замечательный стадион Брайтона. Мы сегодня играем здесь на выезде. К сожалению, погодные условия не самые лучшие. Но через пару матчей у нас, кстати, игра против Манчестер Сити. К ним мы уж точно должны быть готовыми. Обязаны мы их просто обыгрывать. Но и будем верить в то, что в других матчах Манчестер Сити сможет потерять очки. Не только именно с нами. Ну что же, у нас матч Брайтон, Челси, АПЛ. Поехали. И вот опасный момент. Создаем мы и Челси 1-0. Мы выходим вперед. И вот такое празднование теперь у нас будет в Челси. Потому что, ну, вот это вот скольжение мне не очень понравилось. А вот такое интересное празднование, которое вроде у Мисута Азила стоит в FIFA. Мне оно прямо так интересно и понравилось, конечно. Ну и вот мы выходим вперед. На выезде мы забиваем очередной гол в английской премьер-лиге. И все у нас замечательно. Тринадцатый гол. Ну что же, минимальная победа Челси на выезде над Брайтоном. Благодаря моему единственному голу мы и побеждаем. Ну и оценка за матч 7-6. Ну что же, у нас домашняя игра против Бормута. Давайте посмотрим перед этим матчем, что у нас здесь по статистике игроков. На пять мячей мы отстаем до Марсиаля. И по голевым на две от Сане. Ну что же, домашняя игра против Бормута. Надеюсь, у нас все получится. Стараемся и забить, и отдавать голевые. Пасмурно на стадионе. Поехали. Ну что же, замечательный Стэнфорд-Бридж. Сегодня у нас не самый яркий, конечно, матч. Следующий будет, наверное, самым главным в первой половине сезона в АПЛ. Челси будет играть против Манчестер-Сити. Мы будем встречаться против своей бывшей команды, которая теперь еще и нас обгоняет. И занимает первую строчку. Ну что же, мы готовы сегодня забирать три очка. Точнее, оставлять их дома. Челси-Бормут. Поехали. Не, ну это пенальти. Это пенальти. Естественно, у нас просто вышли, что и красную надо давать. Но дает только желтую. Максимилиан Вобер, бывший вроде игрок Аякса. Здесь прямо нависел на нас он. И свалил уже в штрафной. Кстати, Сельхов стоит на воротах, между прочим. Но моя паненка в любой верхний угол. И тащит ее именно Сельхов, конечно же. Забрасывает на Пулесика. Пулесик. Прострелы Канте. Какой бильярдный гол. Сейчас забиваем гол Канте. Замечательно. 1-0. Челси обыграет Бормут у себя дома. Ну что же, заканчиваем мы матч. Со счетом 1-0 мы побеждаем Бормут. Забил сегодня единственный гол Канте. 8-4 у него оценка. Ну что же, сегодня у нас выездная игра. Схватка между Манчестер-Сити и Челси. Мы играем сегодня против своей бывшей команды. Против Сити я вроде вообще ни разу не играл. Но теперь настало время. Пасмур на стадионе. У нас вроде полная стамина. Поехали. Итак, друзья. Сегодня у нас очень интересный матч. Матч за первое место в английской премьер-лиге. Мы встречаемся против своей бывшей команды. В которой у меня был, ну на тот момент, когда я играл в Манчестер-Сити, самый лучший сезон в карьере. Ничего у нас не получилось выиграть, конечно, с Манчестер-Сити, кроме Суперкубка Англии. Но спустя уже получается сколько? Сейчас идет третий сезон. Как я уже не в Манчестер-Сити. Мы поиграли и в Испании за Мадридский Реал, за Атлетико. Мы поиграли за Боруссию. И вот после перехода из Манчестер-Сити я выиграл две лиги чемпионов из двух пока что. И намерен в этом году выиграть Лигу чемпионов из Челси. Но Манчестер-Сити нам пока что мешает в английской премьер-лиге взять первое место. Ну что же, матч Манчестер-Сити-Челси. Поехали. Пулесик. Отлично на меня отдает. И я отдаю голевую на Челвелла. Отлично, 1-0. Челси выходит вперед в матче против Манчестер-Сити. И голевушечку-то мы все-таки отдали. Мне кажется, почему-то все игроки Челси запрограммированы, чтобы бежать к Фрэнку Лэмпорду. Минимальная, друзья, победа Челси над Манчестер-Сити. Хотя это значит, что мы сейчас на первой строчке в английской премьер-лиге. Отлично мы отдали голевую. Забил у нас Бен Челвелл. Ну и оценка у него 7,8 на 7,4. Ну а Манчестер-Юнедель проиграл свой матч Ливерпулю. Теперь и они от нас тоже немножко так отстают. Теперь уже на 5 очков получается. Ну а мы лидируем над Манчестер-Сити в 1 очко. Да, так и получилось все, друзья. Ну что же, после матча с Манчестер-Сити давайте проведем тренировку. Прокачался у нас только здесь отбор. Ну что же, а у нас домашний матч. И снова против такой серьезной команды. Это Тоттенхэм. Они сейчас, кстати, идут на 4-й строчке. И у нас лидерство над ними в 9 очков. Ну что же, мы отыграем в синий, а не в свои домашние белые. А теперь мы уже как лидеры английской премьер-лиги должны просто идеально отыгрывать все матчи. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, замечательный стадион Стэнфорд-Бридж. Сегодня у нас дождливая погода снова у нас в Англии. Челси против Тоттенхэма. Замечательный перформанс от болельщиков Челси в виде баннера с Фрэнком Лэмпардом. Главным тренером на данный момент Челси. Ну и, скорее всего, это посвящено все тому, что Фрэнк Лэмпард смог вывести Челси сейчас на первую строчку в английской премьер-лиге после победы минимальной над Манчестер-Сити на выезде. Но сейчас нам нужно играть все на таком же высоком уровне, чтобы держать нашу планку и никого не пускать на первое место. Вот хороший момент у нас возникает. И мы забиваем ворота Тоттенхэма. Отлично! Андреа Нана все-таки пропускает от нас гол. И все, друзья. Минимальная победа Челси над Тоттенхэмом. И замечательно. Мы добываем важную победу. Сейчас это даже не важно, наверное, все-таки, эта победа. Потому что для нас это просто. Теперь каждая победа будет просто копилкой в таблице. Потому что Манчестер-Сити разгромил Кристал Пелес 3-0, но у нас все равно преимущество на одном очко над ними. Итак, Фрэнк Лэмпорт нас выставил на трансер. Замечательно. Теперь мы будем ждать предложения от ПСЖ как минимум до конца этого сезона. Ну вот Ювентус снова, кстати, делает нам предложение. Мы, естественно, будем его отклонять. Так, раз мы забили гол, сейчас мы на третьей строчке. У нас все так же 5 голов в отставании до Марсиаля. Но сейчас у нас игра против Сток Сити, домашняя. Ну и давайте посмотрим. Наконец-то нам полегче соперника дают. Поехали. Итак, снова мы играем на домашнем нашем стадионе. Стэнфорд-Бридж. Но теперь уже матч не такой действительно и красочный. А Челси против Сток Сити. Мы фавориты в этом матче. Надеюсь, так все и будет. Поехали. И удар. Но нет. Артур. Артур 1-0. Отлично. У меня не получилось сейчас забить. Но хотя бы отлично все получилось, что забил Артур. Все супер. И все, заканчивается матч. Мы снова побеждаем минимально. Благодаря голу Артура там на последних минутах мы вырываем победу. Оценка 7-1 у меня. И 8-2 у Артура. Ну что же, у нас интереснейшая даже, так сказать, игра против Бернли. Так, в списках бомбардиров я там не сильно, наверное, изменился за то, что гол не забил все-таки в матч против Стока. Так что у нас сейчас выездная игра против Бернли. Посмотрим. Мы, наверное, да, все-таки мы в синий будем, а не в своей домашней. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, Турф Нор, или не знаю, как правильно произносится этот стадион. Мы на стадионе Бернли. Интереснейший матч сегодня будет. Нельзя недооценивать такие команды, как и Сток Сити. Мы думали, что мы их разгромим. А так вот просто минимально, как и Манчестис Сити, так и Тоттенхэм мы обыгрывали. Матч Бернли-Челси. АПЛ. Поехали. И вот опасный момент. Левой ногой мы все-таки забиваем. Это 1-0. Челси выходит вперед. И мы забиваем. А это отлично. И вот у нас сразу же хороший момент. Возникает и этот дубль, друзья, в сегодняшнем матче. Давно мы не забивали с вами два мяча. Сейчас я показываю три. Может быть, все-таки получится забить их от Трик. Очень хороший сейчас у нас получилось выйти. Получив эту передачу в штрафную зайти. Мог, конечно, и голевую отдать. Но здесь прям очень медленно я прямо отдал. И все. 2-0. Ну что же, наконец-то у нас победа в два мяча. А то у нас постоянно все 1-0 до 1-0. Получилось у нас забить дубль. Ну и сейчас у нас будет начало открытием зимнего трансферного окна. И там вроде как кубковый матч. Мы уже будем играть. Ну а Манчест Сити здесь 2-0. Побеждает Водфорд. И все так же у них отставание в одно очко до нас. Итак, нам сразу же приходит предложение о трансфере. А это уже Барселону, друзья, кстати, предлагает. Я, пожалуй, отклоню. Я бы перешел без проблем в Барселону. Так как я все-таки являюсь болельщиком Барселоны. Но я бы хотел этот сезон все-таки уже доиграть именно в Челс. Если мне максимум будет предложение от ПСЖ, я могу прям сразу же уйти туда. Это факт. Сейчас у нас будет 1-32 кубка Англии. Здесь полуфинал кубка Карабау. Причем двухматчевое противостояние будет. Вот. Остался матч с Бристолем, Ливерпуль и Лестер. Ну что ж, друзья, у нас сейчас матч в 1-32. Второй, да, 1-32 кубка Англии. Мы играем на выезде, это естественно. Потому что против таких слабых команд, которые там из низших лиг, мы обязаны, наверное, просто ради привлечения аудитории в этих фанатов футбольных клубов, мы должны все-таки к ним приезжать. Это, наверное, логично. Также здесь понятно, что Барселона цена за меня. Хотя даже Ювентус здесь пишет, что делает предложение. Кстати, у меня сейчас три характеристики с рейтингом 99 владения, дриблинг и завершение. Но совсем по другому случаю открыл новости. Мы являемся кандидатом на звание игрока месяца в декабре. Но хотя я не знаю, откуда это все вышло. Здесь Сильва, Сане, Алисон. Я впервые вижу, чтобы голкипер был в номинации лучшей, ну, точнее, даже в кандидатах на попадание в звание лучшего игрока месяца. Но посмотрим. Вряд ли мы, конечно, выиграем. У меня ни разу не было игрока месяца в Англии, кстати. Ну что же, мы играем на выезде. Курт Лейн, ясно на стадионе. Поехали. Ребята, на предматчевой тренировке я, кстати, вот увидел. Его сейчас нам показывает. Это Фабиан. Это наш старый знакомый, друзья, из Наполи. С которым мы очень хорошо, кстати, поиграли полгода. Но все равно. Так что, и скорее всего, мы эти полгода сейчас отыграем с Фабианом. Он переходит в Челси. Не знаю, откуда надо глянуть. Кстати, может, в новостях там написано. Но Фабиан был моим первым игроком, на которого я отдал голевую передачу в Наполи. Я отдал на него голевую в матче за Суперкубок Италии. Тогда мы минимально обыграли Ювентус. Но потом уже я ушел в Ювентус. И потихонечку вот так вот двигался до Челси. И сейчас уже и Фабиан сам в Челси. Зимой, скорее всего, он перешел. А у нас Манфилтаун против Челси. 1.32 кубка Англии. Поехали. Вот у нас получается что-то создать сейчас, конечно. Я надеюсь на это. И мы забиваем. Все-таки получилось здесь на рикошетике на таком. Девятая минута. И мы забиваем первый гол вроде как в Кубке Англии. И отлично. Классно, конечно, получилось сейчас. Сейчас мы посмотрим вот с этой камерой на этот момент. Ну да, здесь все-таки выбивал. Пытался в подкайте у меня выбить. Вот здесь вот Суини или как вот. От его все-таки шипов мяч залетает. Но гол-то запишет, естественно, на меня. И это мой первый гол за Челси в Кубке Англии. Девятая минута. Мы сразу же уже выходим вперед. Чилл. И какой голешник мы забиваем. И это отлично. Это 2-0. И за штрафной таким крученым ударом. И отлично. Еще нас накрывал вроде игрок Мэнсил Тауна. Так что голкипера вообще не было видно в момент удара. Вот здесь вот Фабиан подбегает ко мне. Получил он 13-й вроде, да, номер. Здесь я попросил уже. И отличный пушечный такой выстрел получился. Ну и пулешич даже не накрывал. Ну, спасибо ему за это, конечно. И вот Чилл. И мы забиваем хэд-трик. 30-я минута. И это 3-0. 3-0 в Кубке Англии. Отлично. Но праздновать сильно уж и не будем. Хотя подбежали к нашим все-таки болельщикам. И отлично. Получилось забить хэд-трик. Ну, теперь, наверное, все-таки будем пытаться сейчас отдавать голевые передачи. Но голкипер здесь действительно просто дырка. Не знаю вообще, из какого дивизиона эта команда. Но и сразу ему вот такой вот разгром от меня. И Дембеле, и Дембеле замечательно сейчас перебрасывает голкипера. 67-я минута. 4-0. Но все-таки можем себе позволить вот так вот спижонить и парашютиком отправить мяч в ворот соперника. Дембеле получил шанс сыграть в этом матче. И все, друзья. Уверенная победа Челси над Мэнсфилдтауном в 1-32 Кубке Англии. Наш хэд-трик. Вот уже я даже... Кстати, посмотрите, я в спортивном таком костюме здесь. Похоже на тренерский немного. Чего-то не в манишке. Ну, холодно, действительно. Сейчас начало... Да, это первый матч в 2026 году. Это что-то там 9 января. Третьем, третьем. Вот. Но лучшим игроком стал Бен Чилл, кстати. Из-за того, что я попросил на замену, у меня не 10-0 оценка, а 9-6. Как и у Бен Чилл, вот так он отыграл все три матча. Ой, точнее, все 19 минут. Ну что же, проведем тренировку перед матчем в Кубке Карабао против Манчестер Сити. Ну, вот еще одно предложение о Транцере. Здесь нам снова предлагают Ювентус. 340 тысяч евро в неделю. Мало, конечно. Барселон намного больше предлагал, поэтому мы отклоняем. Ну и, кстати, сейчас посмотрим, кто стал игроком месяца. Санэ все-таки признан игроком месяца в АПЛ. Лейпциг теперь делает предложение. Ну и в Германии уже точно, я сказал, не буду возвращаться, потому что я уже там сделал даже требл. И вообще не вижу смысла. Итак, у нас игра с Манчестер Сити в Кубке Карабао. Нам с ними играть еще один матч. Это будет последний, я так понимаю. Вот. И, кстати, против. Я даже как-то и не обратил на это внимание. Сейчас мы глянем. Прошла же жеребьевка уже Лиги Чемпионов Лиги Европы. И нам повезло, по крайней мере, соперникам. Это Лейпциг, который нам сейчас, скорее всего, будет тоже делать предложение. Реал будет играть против Баруси. То есть мои бывшие, так сказать, команды, как и Наполи, Атлетика. Ювентус против ПСЖ будут играть. Манчестер Сити против Баварии. За Баварию я вот не играл. Тоттенхэм Рома, Барселона Интер, Монако Ливерпул. Но вот здесь вот, посмотрите, две пары прям совпали за те команды, которые я играл. Но все-таки это у нас одиннадцатый вроде клуб сейчас или десятый, я уже не помню. Вот. Посмотрим, что здесь у нас. ЦСКА против Рена, кстати, играет. Интересный бы еще Манчестер против Гента. Ну, а здесь наших команд, так понял, и не будет, за которым мы выступали, да. Поэтому ничего такого интересного здесь мы и не увидим. Матч у нас выездной против Манчестер Сити. Надо нам забивать. Все-таки играем первый матч на выезде. Здесь двухматчевое будет противостояние Техат Стадиум. Ясно на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Манчестер Сити. Санне признан игроком декабря. В английской премьер-лиге мы и были хоть номинантами, но не получили. Еще вроде как ни разу мы действительно не получали. Ни за Манчестер Сити, ни за Челси. Мы не получали игрока месяца. Кстати, замечательный стадион в Манчестере. Мы возвращаемся сюда снова. Это наш вроде второй уже матч на Этихаде. Не за Манчестер Сити. Итак, болельщики, я надеюсь, поймут. Ух, как они начали здесь. Конечно, их пение это вообще замечательно. При мне такого и не было, кстати. Манчестер Сити, Челси. Полуфинал Кубка Карабао. Поехали. И я забиваю ворота Манчестер Сити. Праздновать я, естественно, этот гол не собираюсь. В дань уважения болельщикам Манчестер Сити. И неплохо. И пулесик забивает. Это моя голевая передача. Отлично просто. Классная игра у нас сейчас прям получается. Выносим Манчестер Сити за Челси. С счетом 2-0. Вообще замечательно. Уверенная победа Челси над Манчестер Сити. Мы забили голое, дали голевую в Кубке Карабао. Это отлично. Статистика у нас улучшает. 7-7 оценка. Подпортили. Было 9-0. Ну, пулесик 7-9. Ну что же, нам приходит предложение о трансфере. И это Наполь, кстати. Интересно было бы, конечно, вернуться в Италию. Вроде как Наполе я не смотрел. Вот это, кстати, моя ошибка. Что в конце каждого сезона я не смотрел, как заканчивали мои бывшие клубы. В некоторых только смотрел. Было бы интересно, конечно. Но не сейчас. Может быть, потом бы при завершении карьеры я бы, может быть, хотел бы вернуться туда. Все-таки это был мой первый клуб в топ-5 лигах. И очень хорошо мы там прям выступали. Так, что у нас, если я сейчас нажму на себя. Все-таки Лейпциг еще делает предложение. Значит, Наполе как-то опередили. И команда года по нападающим. Кстати, меня здесь нет. Здесь Мбаппе, Дембеле, Сане и Венисиус Джуниор, который, кстати, тоже играет теперь в ПСЖ. Вот, я бы очень хотел бы в ПСЖ в такое перейти. Венисиус Джуниор, Мбаппе. Я бы еще был бы, но, к сожалению, не судьба. Бристоль против Челси. Сейчас у нас игра с ними. В лиге давайте посмотрим, что у нас здесь. Три гола у меня осталось до Марсиаля. У него 19, у меня 16. По голевым я прям так отлетел немножко на три. Голевые меня опережает Сане. Ну что же, игра против Бристоля. Они, наверное, сейчас вообще там идут в конце турнирной таблицы. Я прям отвечаю на последний, на вылет они прям в том числе играют. Ну нет, немножко не угадал. Бристоль на 17 строчке. Кристалл Плэс как-то ужасно себя показывает сейчас. Ну ладно. Играем мы на выезде. Но я надеюсь, у нас все с вами, друзья, получится. Следующая у нас игра, кстати, против Ливерпуля, если я ничего не путаю. Да, через неделю будет игра против Ливерпуля. Так что Ливерпуль третья строчка. Будем про это тоже помнить. Был Манчестер Юнайтед на третьей строчке. Но сейчас они упали аж до пятой. Ну что же, играем в сине, а не в своей домашней красной. Ливи на стадионе. Поехали. Итак, выездная игра. Бристоль Сити принимает сегодня лондонский Челси. Интересная будет, по крайней мере, игра. Посмотрим, как поборится Бристоль. Им сейчас обязательно надо выходить из этой зоны вылета. Сейчас они на 17 строчке как бы себя обезопасили. Но все равно для уверенности им бы следовало бы обыграть сейчас команду с первой строчки. Посмотрим. Удар и это гол. Отлично. 27 минута. Мы забиваем ворота Бристоля. Супер. Очень нравится в последних матчах мне моя игра. Надеюсь, она будет такой по ходу всей моей карьеры. Вообще, мне сейчас 26 лет здесь. Начинали мы в 21 вроде, когда мне было. Могли, конечно, через пару месяцев начать эту карьеру. И с 16 лет мы могли там начать примерно. Так что через 4 года примерно я бы уже завершил бы карьеру. Я считаю, в 30 лет нужно уходить. Но пока что 17 голов у меня в премьер-лиге. У Марсиаля вроде 19. Но неплохо. Удары, естественно, мы пропускаем. Чавес нам забивает. Странно как-то здесь и голкипер, и защитник пошли на этот мяч. Но все равно не смогли точно вынести. Прямо на ногу сопернику. Теперь нам еще и отыгрываться придется. Ну, не отыграться, точнее, снова выходить вперед. И мы забиваем этот дубль. И очень хорошо сейчас прямо мы разыграли. Отлично. 2-1. Челси выходит вперед на 53-й минуте. Очень хорошо здесь прям получилось у нас втроем так создать эту атаку. Здесь я начилывал. Начилывал здесь на пулисика, скорее всего, да. Ну и пулисик на меня отдал. Я что, прям самую девятку с левой ноги попал? Ну, это не девятка. Хотя, может быть, и девятка. Ну, верхний прям угол очень хороший. 18 голов у меня. На 1 пока что отстаю от Марсиаля. И вот опасный момент. И мы забиваем хэтрик. Очень классный сейчас у меня удар из-за штрафной получился. И это мой хэтрик, друзья. Отлично. Теперь я могу себя все-таки сейчас попросить заменить. У нас следующая игра через неделю, по крайней мере. Но, мне кажется, отдохнуть стоит. Ну, очень хорошо. Либо все-таки нет. Не буду, наверное, просить себя на замену. Можем еще голевые попробовать поотдавать. Ну, очень классный прям удар с дальней дистанции. Капитан команды здесь прям никак не поспособствовал, чтобы отбить этот удар. И мы сравнялись, по крайней мере, с Марсиалем. На момент перед матчем у него было 19 мячей. И вот Фабиен выходит уже с капитанской повязкой. Не отыграл он даже еще и месяца, наверное, за Челси. И уже меняет Канте. И теперь играет с капитанской повязкой. И все, друзья. Уверенная победа Челси на выезде над Бристолем. С счетом 3-1 мы их обыграем. Мой хэтрик. Получаем снова наш мяч. За 6 ударов у нас получилось забить 3 мяча. Но тоже после матча мы проведем, естественно, тренировку. Навесы у нас могли сейчас прокачаться. Но прокачивается подкрутка. Итак, нам приходит предложение о трансфере. И действительно, РБ Лейпциг предлагает нам с ними играть в 1-8 лиге чемпионов. Ну и они так решили помочь немного и себе. И забрать главного игрока вообще из Челси. Пока что только выставлен на трансфер. Ну что же, у нас домашняя игра против Ливерпуля. Третья строчка. У нас все так же пока что лидерство над Манчестер-Сити в 1 очко. Ну и сейчас мы встречаемся уже против команды с третьей строчкой. Сейчас мы глянем, что там по голам. Я сравнялся с Марсиалем. То есть он не забил в предыдущем туре. Но это отлично. И по ассистентам у нас 3 голевые до Сане. Итак, матч против Ливерпуля. Интереснейший будет матч. Не помню, предлагал ли мне Ливерпуль перейти к ним. Честно. Стэнфорд-Бридж. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак, показывает нам сейчас Артура. На заднем плане там и я разминался. Сейчас должен пробежать. Вот. Игроки Ливерпуля. Вообще не интересовался их составом. Кстати, это вроде Ньюхаус. Если я ничего не путаю. Игрок из Баварии, с которым мы соревновались. Он был на второй строчке в списках бомбардиров в прошлом сезоне в Бундеслиге. И в списках ассистентах. Тоже был на высоте. Но потом Санчо его сместил. Удары по Лассиус забивает в ближний угол. Это как вообще сейчас было возможно? Опа! Это пенальти. Это пенальти. И отлично. 29-ая минута. У нас есть шанс сейчас. Если я забью Паненкой в левый верхний угол. Я не буду именно в этой карьере менять свое, так сказать, метод бить пенальти. Поэтому я так его и оставлю. В других, может быть, я буду там в разные углы. Но здесь нет. И есть! Моя Паненка сработала. И мы забиваем 20-ый гол, друзья, за Челси в английской премьер-лиге. Если мне не изменяет память, мы забили где-то 24, либо 25, либо 23 гола за Манчестер-Сити в английской премьер-лиге. Здесь у нас еще остается впереди 4 месяца. И нам останется забить там пару голов. И мы повторим или даже поставим новый для себя рекорд по забитым голам в АПЛ. Ну, Алисона мы, естественно, здесь отлично уложили. 20-ый гол в английской премьер-лиге. Сам заработал, сам и пробил. Хоть и потащил. Мой удар с пенальти Хелихов. И отлично! И! И это дубль! Мы сделали камбэк еще и в первом тайме, друзья. Как же замечательно мы сейчас отыграли. Естественно, с болельщиками подаем пятюни. 21-ый гол, друзья, в английской премьер-лиге за Челси. Пять голов, получается, в последних двух матчах мы забили в АПЛ. Это замечательно. Перед самым перерывом мы выходим еще и вперед. И что, это шанс сейчас у меня забить хэт-трик? И это хэт-трик ворота Ливерпуля. Два хэт-трика подряд и забивают, друзья, в английской премьер-лиге. И вот оно мое празднование сейчас. Как нельзя, кстати, три мяча. Он показывает три мяча. Мяча. Не как, конечно, Андрей Аршавин забивал четыре ворота Ливерпуля. Но я забил пока что три. Это очень замечательно. Здесь еще и накрутили и замечательно. Просто замечательно. Два хэт-трика мы можем теперь быть номинантами уж точно. Раз у нас два матча по оценке 10-0. Действительно, очень хороший сейчас у нас шанс стать игроком месяца в январе. Тем более, в январе очень много приходит классных игроков. В АПЛ тот же Йович перешел. Из Реала в Ливерпуль тот же Фабьен перешел. Не знаю откуда, но именно в Челси. Поэтому почему бы и нет. Победа Челси над Ливерпулем с счетом 3-1 дома. Мой хэт-трик. Второй уже хэт-трик подряд в английской премьер-лиге. Получаем мы снова мяч. За пять уже здесь ударов мы получили мяч. Потому что забили хэт-трик. Итак, какой это уже хэт-трик. Шесть хэт-триков за сезон. Невероятное достижение. Поздравляю. И удивительно. 40 голов за сезон. Феноменальный результат, мне сказал тренер. Проведем тренировку. Могли сейчас навесы прокачать. Но у нас что-то они прям не идут. Никакие тренировки. Отрыв сейчас у нас от Ливерпуля до нас получается уже в 9 очков. Замечательно. И до Манчестер-Сити у нас преимущество в 1 очко всего лишь. Лестера даже нет сейчас в топ-6. Вот. Нью-Касл. Лидерство здесь. Манчестер Юнатеда над, так сказать, 5-й на 6-й строчке в 11 очков, друзья. В 11. И у нас сейчас лидерство над Манчестером в 16 очков. Они просто растеряли. Хотя были в 2 очках от нас. Как это вообще было возможно? В статистику игроков мы заходим. На 1 мяч мы сейчас опережаем Марсиале. Все-таки и он, значит, там дубль забил, я так понимаю. Ну и по голевым здесь мы очень далеко. Но здесь уже даже пулесик обогнал. И надо нам 4 отдавать теперь, чтобы догнать Санны. Тяжело будет. Но будем хотя бы бороться за звание лучшего бомбардира. Так. Через сколько у нас там дней? Матч с Манчестер-Сити. Опа. Здесь нам еще один матч подкатывает. Это 1-16 против Престона. Кто знает, тот знает. Карьера за канал. Но будет еще тогда 1 плюс матч. Ну что же. Давайте отыграем. Будем весь, наверное, матч против Лестера отыграть. Ну а против Престона отыграем тогда первый тайм только. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак. Показывают меня сейчас как лучшего бомбардира английской премьер-лиги. На 1 мяч мы опережаем Марсиале. У нас 22 забитых мяча. 23, 24, 25 где-то так мы забивали за Манчестер-Сити в АПЛ. Ну а здесь у нас очень хорошая прям складывается игра. Все-таки я обладатель золотого мяча. Почему бы и не побить свой личный рекорд, который я поставил там 3 года назад. На тот момент это был у меня лучший результат. И вот каждый сезон я вроде бью свои рекорды. И вот у нас опасный момент возникает. И это 1-0. 200-й мой гол, друзья, в карьере. Отлично. Очень классно сейчас у нас получается играть. Еще 2 мяча мне до хэт-трика. Третьего подряд остается. Очень классная сейчас у меня получилась игра. Здесь все развернулись и протиснули этот мяч. И забили. 200 голов, как мне сейчас показали, я забил в карьере. 23-й. Ну вроде как я забил 24. Если я ничего не путаю за Манчестер-Сити в АПЛ. Но надеюсь. Мы уже точно действительно больше забьем. Вот. Вот опасный момент. Сейчас возникает у нас. И я забиваю дубль. Просто идеальная, друзья, у нас игра складывается. Я обязан становиться лучшим игроком месяца. Вот просто вот как когда, как не сейчас, друзья. Ну вот я просто обязан. Я забиваю. Но получается сейчас это мой 8-й гол в 3-х последних матчах в английской премьер-лиге. Мы не проигрываем. Я неплохо выступаю. За Челс сейчас. Но это просто обязательно надо. Сейчас забить. Во-первых, третий мяч было бы замечательно. 3-х 3-ка подряд у меня еще вроде ни разу не было. 24-й мяч я забиваю. Значит, я повторил вроде как свой рекорд за Манчестер-Сити по забитым голам в АПЛ. Очень хорошая прям игра у меня идет. И вот это все-таки мой сейчас последний момент в матче. И я забиваю хэт-трик, друзья. 3-х 3-ка подряд в английской премьер-лиге. Когда вообще такое было? Я просто обязан становиться игроком месяца. Просто шикарная игра сейчас у нас. После того, как я еще и стал игроком года, это просто подкрепляется все моими результатами. И это все значит было заслужено. То, что мы получили золотой мяч. Разгромная победа Челси над Лестером. 3-0. Мы забиваем снова хэт-трик. Снова третий наш мяч в английской премьер-лиге подряд. И снова, кстати, за 5 ударов у нас получилось забить хэт-трик. Прямо как в матче против Ливерпуля. Ну что же, 10-0 у меня оценка. Какой это мой уже седьмой хэт-трик? Мне уже даже не пишут, какой это был у меня хэт-трик. Скорее всего, седьмой. Ну, кстати, по оценкам я, естественно, все выполнил. Вот победа над Бристолем, Ливерпулем и Лестером. Вот у меня по 3 мяча я всем командам забил. Надо было минимум 2. У меня оценка 9-4 за эти матч 4. Ну и 47% было точности у меня ударов по воротам. Предложение о трансфере очередное. Здесь Манчестер Юнайтед снова предлагают. Пытаются меня взять к себе. Извините, но вы сейчас вообще не в форме. Поэтому я все-таки все равно жду. Кстати, я уже все выполнил на весь сезон. А здесь остается у нас играть получат февраль, март, апрель и май. 4 месяца. Но я уже все выполнил. Буду ждать предложения от ПСЖ. До сих пор жду. Так. Ну и пока что только выставлен на трансфер. К сожалению, предложений от ПСЖ еще не было. Ну что же, у нас матч в 1-16 кубка Англии. Прессом против Челси. Играем против состава из нашего, так сказать, YouTube канала. Легендарный уровень сложности. Иви Лейн. Иви Лейн. Не знаю, как правильно. Облач на стадионе. Поехали. 1-16 кубка Англии. Замечательный. У нас сегодня будет матч, я надеюсь. Иви Лейн. Прессом против Челси. Мы забили в первом матче 1-32 три мяча. Победили с счетом 4-0. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. Прессом против Челси. 1-16 кубка Англии. Поехали. Ну вот он и провал. Немножко здесь сейчас был вот в обороне. Так что нам надо убегать, пытаться. И я забиваю первый мяч уже на шестой минуте. Очень сейчас грамотно мы все сделали. 1-0. Мы забиваем, получается, четвертый уже мяч в Кубке Англии. Но если дают. Если появляются такие моменты. Мы очень хорошо сейчас побежали в контратаку. И левой ногой, между прочим, я забил. Она совсем скоро уже. Вот. Улисик. Замечательный момент. И мы забиваем дубль. Отлично. Прямо перед самым перерывом. Супер. 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 Классно у нас просто месяц. Январь у нас складывается. Очень классный. Ну что же, друзья. Уверенная победа. Челси над Прессоном. С счетом 2-0 так и заканчивается матч. Мой дубль приносит победу в 1-16 кубке Англии. Будем ждать теперь нашего соперника. В 1-8. 9-1 у меня оценка. Лучшим игроком становится Пулисик. С счетом. Точнее с оценкой 9-2. Наконец-то у меня прокачались на весы. 63 и дальние удары. 95. Ну что же, друзья. Так понимаю, это точно уже последний матч на сегодняшний выпуск. Это ответный матч полуфинала. Кубка Карабао. Победили мы с счетом 2-0 Манчестер Сити на их стадионе. Теперь на нашем. Ну и так же сегодня мы завершим трансферное окно. Ну и у нас, кстати, игра будет уже 1-го февраля против Манчестера Юнайтед. Но я все-таки сказал, я буду ждать до конца трансферного летнего окна предложение от пассажира. Если он не придет, уже уйду, как это и было в Челси. Просто от безысходности я не хотел оставаться в Бундеслиге и перешел в Челси. Вот. Быстро на трансфер написано. Я сейчас даже могу посмотреть и, например, вот статистика команд Лиги Чемпионов. Посмотрим на пассажир мы сейчас. Вот. И посмотрим на их форвардов. У них есть Келлен Баппе, Рафаэль Леау, Неймар слева. Но у них, кстати, нету, я так понимаю, ни одного ППшника. Есть один. Хосе Си. Вот если бы я поменял бы позицию на ПФА. Вот. Это можно мне сделать. С форварда на право нападающего изменить. Может быть, тогда меня бы и подписали. Вот. Правое. К примеру. Нажму сохранить. Вот. Играем мы сегодняшний матч. Я даже не знаю, на какой у меня позиции сейчас тогда. Я правильно сейчас понимаю, что все меня должно уже сохранить, да? Атлетизм, а игровой процент. Процесса почему не сохранилась? Серьезно, это не сохраняете? Или это мне надо назад нажать и сохранить, наверное, так? Вот, сохранить изменения. Сейчас-то у меня что? ФРВ все равно у меня. Я вообще не понимаю, как тогда менять. Центр у меня все стоит. Назад. Сохранить изменения. Может быть, это из-за этого моего бага? Ну, странно, конечно, все это. Ну, ладно. Играем мы матч домашний против Манчестити. Они в дополнительной форме. Мы играем на позиции форварда. Ливи на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки Челси. Интереснейший сегодня действительно будет матч. Это матч за выход в финал. И, вы серьезно, мы подписали Варана? Я увидел сейчас только что Рафаэля Варана в составе Челси. Вы это серьезно? Играл ли я с Вараном в мадридском реале? Вот этого я не помню, честно. Но, скорее всего, мы подписали Варан. С Гомесом, скорее всего, он сейчас будет играть. Ну, что же. Ну, да, действительно, вон Варан под 17 номером у нас. Подписал все-таки на Челси. Ответный полуфинал. Кубка Карабава Челси против Манчестити. Поехали. Первый матч закончится счетом на 2-0. Посмотрим, как этот завершится. И Лукман забивает. Нет, я отдал голевую передачу. Я просто молчал, думал, все-таки в офсайд его загнал. Но нет. Отлично. Голевая моя передача на него. 3-0. В общей сумме сейчас выносим Манчестер Сити в полуфинале. Здесь на грани прям, мне кажется, офсайда было. Пушечкой засадил Лукман. Какой-то его гол. Первый на это. Нет, второй, кстати, уже забил. Вместо Фабиана выходит Кейта. Лукман отдает на меня. Я забиваю ворота Манчестер Сити. Гол, естественно, я праздновать не буду. 78-я минута. Ну, получается, в общей сумме мы так же вроде и отыграли. Против Манчестер Сити на Этихаде я забил гол и отдал голевую. Так что здесь мы с Лукманом просто обменялись голевыми и голами. И 2-0 в сегодняшнем матче. 4-0 в общей сумме. Мой третий гол в Кубке Карабао для этого удара. Я забиваю гол! Что это вообще сейчас было? Я просто это хочу сейчас посмотреть. Голы верхом у меня 5, кстати. Голы верхом штрафной. Просто мне покажите, как это вообще залетело, а? Какой мощный удар в девятку. В ближнюю девятку залетает этот удар. Даже все подвисает сейчас. Какой шикарный. Нет, ну это не в девятку, под перекладину. Ну как же круто. Сейчас все я сделал. Отпраздновал я вроде, да, гол сейчас? Да. Ну ладно. Отпраздновал. Пофиг. Ну просто такой классный гол, а? Дубль в сегодняшнем матче. Дубль плюс голевая. И классный гол верхом я забиваю. И мы в финале, друзья. Мы в финале Кубка Карабао. Со счетом 5-0 в общей сумме. В двухматчевом противостоянии мы выносим Манчестер-Сити. 9-2 у меня оценка. Ну и я лучший игрок этого матча. 10 гилевых передач за сезон. Ну а в финале мы скорее всего встретимся с Манчестером Юнайтедом. Потому что они 3-0 обыграли на, получается, стадионе Арсенала. 3-0. Но дома, мне кажется, они не должны 4 мяча пропустить. И будем, скорее всего, играть именно с ними. Ну а сейчас мы завершаем, во-первых, трансфер на зимнее окно. Нам здесь приходит, скорее всего, нет, это изменение в расписании. Ладно. У нас как раз будет игра в следующем выпуске против Манчестер Юнайтед. Мы будем там уже отслеживать, как они играют. Мы единственный матч сыграли с ними в ничью в английской премьер-лиге. Я бы сейчас посмотрел, естественно, вот Челси, кого купили вообще они в этом сезоне, кого продали. Купили Варана, кстати. Фабиан не был, значит, трансфер на окно подписан. И Мацена, это вроде левый защитник, голландские его продали. Ну и все, друзья. Остается час до конца. Ни одного предложения мы так и не получили. Будем ждать. Вот эти вот, во-первых, ну, мне кажется, здесь месяцев нам сколько? 8. Мы будем сейчас ждать предложения от ПСЖ. Если не будет, то уже в конце августа мы будем переходить в другую команду. Пока что здесь Манчестер Сити, хоть у нас матч в запасе, поэтому 72 очка у них. Посмотрим. В бомбардирской гонке у нас 25 против 23 голов Марсиале. Здесь нам надо 4 голевые отдавать. Понятно все. Ну и подводим итоги нашего сегодняшнего выпуска. На данный момент мы находимся на второй строчке. У нас отставание в 2 очка, но у нас матч в запасе. Так что победа над Манчестером Юнайтедом и у нас снова первое место за нами. Идем дальше. Кубок Англии. Здесь мы прошли, получается, пятый тур. Потому что мы здесь обыграли Прессон с счетом 2-0. Ну и здесь матчи резервные, так сказать, переигровки. 3-1. Манчестер Юнайтед побеждает Арсенал. Мы играем с ними в финале 1-го марта. В следующем выпуске это будет. Здесь это понятно. Мы выиграли Ливерпуль. И здесь, ну, это мы тоже видели все. Лигу чемпионов, Лигу Европы. Вот матчи еще никакие не сыграны. Ну и здесь, да, мы на чемпионате мира будем играть. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Кстати, самое главное сейчас. Кандидаты на звание игрока месяца. Здесь я есть. Слава богу, здесь игрок Сток Сити, Марсиаль, Сане и я. Я надеюсь, что я все-таки буду. Потому что я вон сколько мячей поназабивал. Трика-трика подряд у меня было. Все, друзья, на этом. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok